Доброго дня, дорогие телезрители! С вами солнечная и позитивная программа Каншуах на телеканале Акжаик. На календаре 16 марта, Сижирекуне, день памяти предков. В этот день по традиции старшее поколение, младшему поколению рассказывает о добрых делах, об интересных моментах из жизни своих предков, своей семьи и народа. Также в этот день отмечается, что старшее поколение и младшее поколение, они составляют родословное древо, жита ата. Но если вы, уважаемые телезрители, не знаете, как составлять родословное древо или как можно будет найти информацию о своих предках, то вы узнаете в нашей программе. Поэтому оставайтесь с нами. После музыкальной паузы мы продолжим нашу программу. Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. он расположен, какие у меня были предки. Это, во-первых. Во-вторых, ну, мы как молодой, мы в основном, есть такая поговорка у казахов, если хочешь взять жену в будущем, посмотри на мать. Многое говорит об этом, что какая мать, такая будет и дочь, скорее всего. Я тоже придерживаюсь этого. Очень интересная такая вот параллель. Руслан, вам слово. Здравствуйте. Добрый день. Спасибо за приглашение. Я из Калиев-Руслан. В данный момент занимаюсь автоперевозками. В свободное время с Толгатом мы занимаемся волонтерством, помогаем общественности. Насчет родословных, хочу сказать, я тоже из рода Черкеш, из отдела Сахау, ну, Кшижис. И, ну, вообще, Черкеши много распространены у нас на западе Казахстана, в особенности ватро. Ну, я думаю, что Счезире, это, как сказать, с арабского переводится, это семья. Мы должны знать свою семью, это от кого мы произошли, что представляли из себя наши предки. Например, наш род, например, Черкеш, он уже, как сказать, седьмое поколение, уже давно прошло это. Ну, как сказать, можно, Черкеши и Черкеши могут даже жениться. Жениться могут друг на друге, там, получается, это очень длинный род, получается. Хорошо, спасибо, Руслан. И вот у меня общий вопрос, да, к вам, как к молодому поколению, да. Вот скажите, а вы знаете о своих житатах, что сейчас вот, как вы сами, Талгат, отмечали, да, то, что это очень важно знать о своих предках. Семь поколений вы знаете? Ну, если говорить, я знаю вот до трех поколений своих дедов. Дальше, я вот какое-то время интересовался этим, но, к сожалению, вот дедушки и бабушки нет в живых, вот, и родители то, что помнят, вот они как бы сказали, да, вот, но, в принципе, я стараюсь, конечно, изучить больше свой род, к чему мой род расположен, и стараюсь себя в этом направлять. То есть, получается, по рассказам ваших бабушек, дедушек вы знаете, да? Да. А вы, Дусом? Ну, так же, рассказываю, дедушек, родной брат, который проживает в городе Тарал, и вот мы с ним, получается, связались, с его детьми, конечно, и согласовывались о том, чтобы встретиться и полностью узнать. То есть, составить родословное древо, да? Да. Полностью. Очень интересно. И как раз-таки у меня вопрос, Айбулат Шамратович, расскажите, как узнать, как составить родословное древо, что нужно иметь для восстановления своей родословной? Вообще, я сам отношусь к роду Байулы. Там, один из родов Байулы, это род Исентимир. Род Исентимир. Отделение у нас, там он делится на два под отделения, это Кун и Тагаше. Мы как раз относимся к Тагаше. Род, скажем, небольшой, но каждый род, конечно же, знает своих знаменитых людей, среди которых, например, из нашего рода, это, например, Коктаву Байбатор. В период восстания с Рамадатова вместе с ним участвовал наш тоже прапрадед, это Мумбаеватор. Потом среди которых еще есть у нас, например, Би, Би нашего рода тоже. То есть у каждого рода свои знаменитости есть, но Букемби. И при этом люди должны, когда начинают искать, вообще, обычно это сама семья. Сама семья, как вы знаете, слово семья, это уже семь поколений, понятно. И можно спросить у них, потом уже, когда, как говорится, родственники закончатся, уже не у кого спрашивать, надо будет искать именно с этого подотделения, именно к которому ты относишься. Например, у нас журналист, ваш коллега Хазбехут Муратулы собирает чисто по своему отделению, например, он с рода Бириш отделение Бисхасха. Он чисто собирает по Бисхасха. То есть остальное, например, потому что он говорит очень большой, очень зрея, я просто не смогу физически его охватить, поэтому он по отделению собирает. После того, как именно с этого отделения, кто знает их, можно собрать, спросить, после этого уже самое простейшее, когда у нас люди начинают искать в архивах других государств. я думаю, это неправильно, потому что почему? Потому что есть районные архивы, где есть хозяйственные книги. Хозяйственные книги, это в каждом селе ведется в Акимате, где пишется весь состав семьи. Потом, когда по истечении срока, они задаются в архив. Такой классный архив у нас, областной архив, например. Если это относится к, скажем, южным нашим районам, это как Джанебекский, Букиардинский, Касталский, Джангалинский районы, основные архивы хранятся в Жалпахталском архиве. В поселке Жалпахтал есть архив, который малоизучен, так скажем, даже у него описи я лично не видел, но, по крайней мере, областной архив сейчас, наш областной архив считается, сайт нашего областного архива считается самым лучшим по СНГ. Я не знаю, ребята об этом знают, нет, но российские специалисты по генеалогии отмечают его. Почему? Потому что там вся опись именно дел. Когда вы идете архив, многие думают, вот я сейчас пойду в архив и мне сейчас дадут. Нет, это знаете, у вас, чтобы изучить этот архив, там, скажем, описи вам дадут вот такую книжку, это фонд Оренбургского архива, вы эту описи два дня будете изучать только и еще не будете знать эта папка вам нужна или нет. Поэтому вы должны заранее выйти на сайт, изучить всю опись, отсюда выписать фонд единицы хранения, потом номер документа, дело и вот так, чтобы вы поехали туда точно, а не просто там сидеть, там время тереть. Или сейчас в связи с пандемией, так скажем, можно электронно заказывать. У нас, например, областной архив может электронно вам предоставить те папки, которые вы хотите и по ним вы уже можете работать отдельно. в российские архивы они уже дороже, нам надо платить нужно деньги, они можно оплатить переводами и так далее. Это первый способ, который вы можете пополнить. Если вы знаете, где жили ваши предки, например, район, округ, поселок, и с этого поселка по хозяйственной книге вы можете даже сколько скота было и так далее. А хозяйственные книги это можно в Акимате, да, получается? Нет, скорее всего, в архиве сейчас они. В архиве, а в каждом районе свой архив есть, да? В районе есть, но многие дела, например, после довоенные дела, например, эти хозяйственные книги хранятся у нас в областном. Уже в областном. Поэтому областной архив для всех, кто живет в Уральске, он доступен. Я думаю, через сайт можно это все заказать без проблем. Очень интересно. следующий этап, который мы начинаем работать, это, скорее всего, например, это клуб Тассы. Клуб Тассы, здесь очень много информации, это в степи у нас встречаются, они многие уже сейчас прочитаны, благодаря усилиям Азбека Хуттамуратулы, Муратпека Жахатова, Гульмару Морзагалиевой, Жантаса Сафулина, то есть я тоже участвовал в этой экспедиции. Здесь очень много информации, потому что многие, когда деды рассказывают генеалогию, бывает так, что они путают. сына называют отцом, отца сыном. Или двух братьев, родных говорят, что один дед, другой отец. А когда начинаешь поработать по клуб Тассам, получается, что все конкретно написано. Потом, многие свои тамги берут с тех источников, которые есть сейчас, например, интернет, так скажем, или какие-то другие. Но, когда начинаешь работать по непросервисным клуб Тассам, здесь другая тамга стоит, совсем другая. То есть, это тоже надо учитывать. Насчет тамги, еще можно сказать, что, например, позапрошлым году, в 19-м году, я был в Ялте, искал дом сыновей хана Джангера Гвайдулы и Ахмед Кирея, нашел их дом по улице Боткинской, 4-й городе Ялти. И на первом, втором этаже, между первым и вторым этажем, ну, так называемый коттедж, там живут 10 сейчас квартир, вот такие тамги, то есть роды Тури. И уже в 19-м веке они обозначили, то есть эти тамги ставили на скотт, на имущество, и они применили его здесь. В период Советского Союза его, не, как говорится, они сохранились из-за того, что они думали, что это интерьер декора. Вот как. А могли бы, если бы они уничтожили, то было бы трудно, конечно, определить. Ну, документально-то определили, все равно, что это дом, но при этом еще такие родовые тамги там расположены. То есть, можно сказать, это герб, да, рода? Да, да, да. Получается, у каждого рода свой герб. Своя тамга. Своя тамга, да. А как можно узнать об этом? Опять, надо уже непосредственно по тамге надо непосредственно работать с книгами. Вот это вторая книга Муратпека Жахатова. Кроме этого, сейчас мы еще участвовали в экспедиции в городе Уфе в Башкирском государственном архиве Республики Башкортостан. Там сохранились метрические книги Букеевской Орды. То есть, те, которые находились по левосторонней реке Урал, то есть, так называемом Младшем Жузе, к сожалению, не сохранились. Возможно, они где-то есть, просто мы не знаем, где они, а то, что относятся к Букеевской Орде, с 1800, если не ошибаюсь, 65-го года, они есть в городе Уфе. Привезли мы их. Они сейчас есть в Западногорадостанском историко-краеведческом музее, но сейчас их переводят, пожалуйста, они написаны арабскими буквами, и там очень много информации. Например, если у вас дед женился, там обязательно рядом пишут, кто был два свидетеля, сколько он Колыма заплатил, там есть четыре вида информации, то есть рождение, кто родился, как назвали, потом смерть, когда умер, где умер, от чего умер, где похоронен, женитьба, кто был свидетелем, с какого рода девушка, сколько Колыма заплатили, и развод. То есть, такого понятия, как, например, говорят, что типа, как современные говорят, что говорили талах, и все, там развод оформляли, нет, такого не было. Мула давал им время на раздумья и писал причину развода. Поэтому вот такие вот новые материалы у нас открываются. Но еще у нас, так как казахи, многие знают свои рода, начинают говорить, что вот я сказал, что у меня там в роду были Батыры, там Пи и так далее. Недавно вышла книга «Казахские дворянцы» 19-го начала 20-го века, автор Султангалеева, доктор наук, доктор исторических наук. Здесь приводятся именно те казахи, которые получили дворянские звания, в том числе, например, как князь звань, такой звань, среди которых не только из рода Туре, но, например, есть представители рода Хиркеш, Мухаммеджан, например, Махашакам, например, Бихмухаммедов, или тот же самый представитель рода Арган, например. Но это не значит, что в Хиркешии Арган только были дворянами, это и другие роды были, просто я на примере говорю. Как только вы это все напишете, например, следующий этап это, например, подготовка Сижри. Одна из книг, последняя книга, которая выпущена по генеалогии, это по роду Жапас, очень хорошо оформлена книга, есть это как пример, как писать Сижри именно в таком варианте, в книжном варианте. Это все хорошо оформлено, нумерация идет. Есть примеры, когда французский ученый Де Абвиль написал именно правила написания генеалогии, то есть, чтобы у каждого, как у нас сейчас был ИИН, то есть, и получается, когда вы пишите Сижри, каждому своему предку присвоите индивидуальный номер, по которому вы сразу можете определить, потому что у вас так может получиться, что в вашем счастье 500-600 человек, и вы уже начинаете путаться, а когда уже конкретный индивидуальный номер, там есть свои правила, формулы, это не очень сложно, вам будет потом в дальнейшем легче будет работать. Вот так. Спасибо большое, Айбулат Шамуратович, очень содержательная информация. Здесь поступил вопрос от нашего телезрителя, он хочет попросить вас коротко рассказать, еще раз вот эти вот этапы назвать, потому что он пропустил начало, получается, с чего начать искать, конкретно адрес дадите поэтапно, пожалуйста. То есть, можете вот это все резюмировать, можно сказать. Ну, первое, это у себя в семье своих родственников попросить, потом выйти на, так скажем, с одного рода, кто у вас незнакомые люди, на них выходить, конкретно спрашивать у них, потом второе, это работать с архивами, местными архивами, это может быть районные архивы, это может быть областные архивы, и после этого встречаться, попытаться встретиться с людьми, которые непосредственно занимаются сбором профессионально, один из которых, например, представитель рода Табан, это Дамир Янчевай, с города Аксая, он должен был сегодня приехать, к сожалению, по работе он не смог, он работает по роду Табан, отделение Ашбек, вот он, он по специальности не историк, но его методика работы очень классная, почему, потому что он, кроме опроса с этого рода, представителя этого рода, он еще работает со всеми архивами, не только Казахстана, но и Россией. Получается, он самостоятельно сам ориентировал, он консультируется, но его методика работы, вообще, у него сейчас, он даже сейчас написал отдельно научную статью про реку Утву, что она изначально называла, и доказала это, что это изначально назывался Шангарлау, закупает все эти карты с архивов, прямо он сейчас, он говорит, я никак не могу это все закончить, я говорю, ты ее никогда не закончишь, уже надо, говорю, книгу печатать, у него очень много материала, и все это доказательная база, то есть у него есть все источники, он может любую свою информацию доказать архивными источниками, то есть, когда вы начинаете этим заниматься, должны все эти ссылки, то есть на, откуда вы взяли этот источник, обязательно приводить, потому что, когда вы все это приводите, когда вы пишете чижерей, например, свое, оно не просто должно быть работать чисто для того, чтобы узнать, кто как тебе родственник, оно должно войти в научный оборот. Чтобы найти научный оборот, оно должно иметь конкретные ссылки, то есть лист дела, описи, страницы и так далее. Спасибо большое, Игорь Шамуратович, это действительно кропотливая, кажется, работа, составлять свою родословную. У нас на линии звонок от нашего телезрителя. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Добрый день, здравствуйте, я хочу поприветствовать участников передачи, поздравить с наступившими и с наступающими праздниками. Вы делаете очень большое и нужное дело, это вот дело нужно и нам, и молодежи, поэтому очень хочется, чтобы эту передачу послушали, посмотрели, если не сейчас, то в интернете потом молодежь посмотрела, потому что это наши истоки, это наша история, это нам всем очень нужна. И вот я вам хочу пожелать успехов и удачи в вашем труде, таком нужном для всех, для нас. Всего-всего вам доброго, спасибо. Спасибо и вам большое, и вас поздравляем с прошедшими наступающими праздниками и желаем всего самого наилучшего. Ну да, конечно же, нашу программу можно потом уже посмотреть на сайте, уже через несколько дней уже должны будут выложить. Здесь еще вопрос от наших телезрителей. Доброго дня, многие сегодня не знают своей родословности, мы не должны забывать щежире наших предков, это залог нашего становления как нации. Желаю удачи в работе Айбулата Шамуратовича, он хороший специалист, с наилучшими пожеланиями, Даньяр. Спасибо большое, дорогие телезрители. И здесь вопрос от нашего телезрителя. Спасибо, отличная тема. Как можно связаться с Айбулатом Шамуратовичем? Адрес, телефон. Давайте вот так сделаем. Я оставлю в студии телефон. Вы мой телефон можете дать. Да, конечно, мы можем сюда же на WhatsApp написать. Вот хотел, Талгата, чуть-чуть добавить. Когда многие сейчас определяют человека по знаку зодиака, гороскопу, у нас, кажется, можно определить человека по какому роду и дальше уже узнать, как он, какие у него свойства, качества и так далее. Спасибо большое, Айбулат Шамуратович. Было очень интересно послушать, действительно. Вот вы сейчас тоже, да, свою родословную, генеалогическое древо тоже составляете? Да, составляю, но, к сожалению, физически не хватает на это время. Но как бы она уже потихоньку идет к логическому завершению. Я думаю, я ее закончу, но я не буду углубляться в далеко. Я, скорее всего, возьму географический регион, это, между речью, Волги и Урала, период, наверное, скорее всего, 18-19 век, чтобы конкретные были рамки, а не до плюс бесконечности, и там никак ее нельзя закончить. И, ну, в принципе, она у меня составлена, но, как говорится, там нужно добавить такие вещи, например, вот этих, например, мы не знаем, как связать вот того же Мамбай-Батыра, мы знаем, что он с рода Иситимир, с Адилен-Тагаше, но как он приходится нам, родственникам, я еще этого не нашел. Или тот же самый Учишкале Атаньязов, который вместе с Махашем Бекмухамедом, с рода Черкеш, был на приеме у Николая II, например, ну и так далее. То есть вот такие моменты, а как он приходится к нам, родственникам, вот это надо все это доказывать. Еще раз хотелось бы добавить в период, как говорится, самого работы волонтерства. В прошлом году как раз ко мне обратился сотрудник Академии наук, Российской Академии наук. Она нашла в архиве письма ветерана войны Виктора Шепелева, он из города Уральска, но умер. Она нашла очень много писем, перепиской, и начала его искать родственников. И через социальную сеть обратилась ко мне. И представив себе, я тоже его не знал, просто написал в социальной сети, и я нашел родственников этого человека, внучку, правнучку нашел. И она как раз написала статью, упомянула меня тоже. И вот такую книжку выпустила, это Академия наук, Российской. Отлично, очень интересно. Айбул Шамуратович, после вашей информации, думаю, у наших гостей, у наших телезрителей появилось сразу же желание составить свою родословную. Но сейчас я предлагаю нам сделать музыкальную паузу, дорогие телезрители. После небольшого музыкального клипа мы продолжим нашу программу. Оставайтесь с нами. Академия наук, Российской. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Программа «Куншуах» на телеканале Ак-Жаик. Хотелось бы вам напомнить, что мы работаем в прямом эфире, а это значит, что свои вопросы вы можете задать, дозвонившись до номера 28 58 69 или оставив свои вопросы по желанию на номер ватсап 837 264 15. Ученые отмечают, что знание Щежире – одно из уникальнейших наследий народов Великой Степи. И, дорогие гости, Талгат, Руслан, Дусын, мы как отметили, что вы у нас ровесники Годы независимости Казахстана. Скажите, пожалуйста, что для вас значит Щежире, да? Как вы относитесь к этой традиции знания ЖТАТА и как это влияет на историю Казахстана? То есть мы знаем, что знание Щежире – это еще способствует знанию истории своего народа. Так, кто у нас начнет? Ну, я думаю, что это очень хорошая традиция, казахов знать свое Щежире. Например, нас с детства учили вот это ЖТАТА, даже там на урок. Угу. Ну, если идти сейчас к современности, это Щежире, да, надо сказать, как знание своей истории, становление независимого Казахстана, вот как мы ровесники. Хотим сказать, что это надо знать историю возникновения не только своего рода и становление Казахстана, заслуги великих людей, как нашего первого президента Руслану Обещану Назарбаеву, как он ворвался, например, закрыв Семипалатинский полигон. Самое, кажется, глобальное событие было, когда при становлении Казахстана как независимого государства. Спасибо, Руслан. Хотел добавить к своему другу, что вы сказали. Действительно, мы ровесники нашей Родины, да, нашей страны. Я сам лично считаю, что, действительно, знание Щежире и вообще знание истории, да, это немаловажно. Без прошлого нет будущего, есть такое выражение, действительно. И мы вот 91-го года, и занимаемся, получается, общественными делами где-то, волонтерскими, политическими, да, и понимаем тот вклад нашего первого президента, да, установленного Зарбаева, который вот изначально поделил границы нашей страны, обозначив, да, во-первых. Во-вторых, вот есть уникальный орган, который вот я состою, это Ассамблея народов, да. Этот шаг, я думаю, что был мудрый шаг, чтобы не было как раз вот в те годы, вот 90-е, 91-е, там, дальше, да, чтобы не развивались это те междоусобицы, потому что у нас страна многонациональная, вот. И одно из вот наших направлений, нашего движения, нашего клуба, называется «Доступ», да, это вот и волонтерская, и также часть Ассамблеи. Мы призываем молодежь из разных национальностей совместно вот делать какие-либо проекты, вот. Спасибо, Талгат. А у вас есть что добавить? Правильно всего, это знать своих предков, историю свою, чтобы в будущем рассказывать, говорить, есть что сказать своим детям, внукам, правнукам. Хотел добавить, ну, как мы молодежь, хоть там подрастающих поколений, все равно смотришь, мониторишь новости, какие в мире, в стране, и, ну, слава богу, что у нас мы живем под мирным шанарапом, да, у нас нет войны, и дай бог, чтобы ее не было вообще нигде, вот. И хотел учесть тот факт, что у нас Казахстан так поделен, что вот между Китаем, Россией и так же другими странами, да, и у нас нет нигде спорных моментов, вот об этом я хотел сказать. Как вот недавно мы слышали, что вот в Азербайджане, да, вместе вот с Арменией за Карабах были вот непонятные, да, столкновения, война, а вот у нас вот, что хорошо, благодаря первому президенту, у нас определенные вот действительно все города, все границы, да, вот это хотелось бы отметить, я как молодой, я просто об этом думал, об этом думаю, да. Спасибо, Талгат. Вот еще у меня такой интересный вопрос. Скажите, помимо вот знаний ищей жире, какие еще семейные ценности, традиции вам прививали ваши родители, ваши бабушки, дедушки? Ну, например, родители прививали там «Домой не беги», например, это означает, что это плохая новость идет, да, потом. Например, у меня мама из рода Берж, они 17-го числа никогда в дорогу не выезжают. Это с чем связано? Вот это я не единственный вопрос. Ну, думаю, уже есть мотивация узнать, почему именно 17-го числа. Не знаю, потом, ну, там много, я сейчас сейчас что-то забыл. Очень интересно. Айбот Шамратович, у вас есть что добавить? Вы, как историк ревет, наверное, очень много знаете традиций. Ну, традиций много, все-таки это уже проверенные, а не временные. И это многие считают, что это как бы уже устаревшие, но на самом деле много того, что есть, это человека спасает от чего-то, я считаю так. Ну, привитие именно многих этих традиций, больше всего, конечно, от матери, она очень много знает, но, к сожалению, когда у нее напрямую спрашиваешь, она может не сказать, но когда какой-то случай идет, она конкретно вот так надо видеть. Я говорю, а почему ты когда-нибудь, я спрашиваю, она говорит, ты в лоб задаешь вопрос, как я говорю, сходу я отвечу, я говорю, не могу. А когда вот сама ситуация, вот как, например, выезд, там, скажем, числа такого-то нельзя выезжать, она может вот это подсказать или там еще какие-то. Привитие именно каких-то ценностей в воспитании человека, это, кроме щезли, например, ну, у деда, дед меня вот этому всему учил щезре, но деду я, например, благодарен тому, что он обучил мне езде на лошади, то есть 4-5 лет, он выводил в лошадь степь, я садился, именно без седла, без ничего, сидел, держал, это для меня было, ух ты, как будто на ракете летал. Потом учил косить сено, например, ставил перед собой, брали мы косу и вместе с ним начали косить сено. То есть вот эти все навыки у меня, они остались. А уже от матери, уже... А по бабушке, например, бабушка у нас... У нее я постоянно замечал архаизмы, которые она говорит. Например, она не говорит «шапка», она не говорит «бейсбулка», она говорит «картузь». Вот такие слова у нее в обиходе есть, или она не говорит, например, «магазин» или «супермат», она говорит «лапка». Вот такие... Ну, это чисто такие профессиональные замечания, которые, например, со стороны матери, например, бабушки, мамы, например, моей матери, то у нее, например, очень много таких слов, которых не употребляется, но в Киевской орде, но есть в ее обиходе, например, «мкаль», «тигершик», «щукш». То есть это все какие-то элементы вопроса, слова нагайсикового пережитка, так скажем. Ну и так далее. Ну, вот такие моменты можно вспомнить. Да, действительно, интересные моменты вы отметили, Айбулат Шамратович. Спасибо вам большое. У нас остается несколько минут до завершения нашей передачи. И, как обычно, хотелось бы попросить каждого из вас сказать самые лучшие пожелания нашим телезрителям в преддверии праздника на УРЭС и вообще в сегодняшний день в Си-Жереку, да? Айбулат Шамратович, вы как старший, вам слово. Ну, что хотелось бы сказать, что человек, не зная истории, не может творить будущее. Любой человек должен знать историю не только, например, своей страны, но и своей семьи тоже. Это тоже неотъемлемая часть. Как бы то ни было, как бы, как говорится, отношения не слаживались, человек должен искать своих родственников, знать своих родственников. Я думаю, это полезно не только для самого человека, но и для предков, потому что человек все-таки развивается, человек растет. И придет такое время, когда придут тебе твои же дети и спросят твою генеалогию, и ты тогда должен что-то хоть сказать. Поэтому для именно мужчин, так скажем, знание вот этого всего, я думаю, очень важно. Но и для женщин тоже это, потому что бывает так, что дедушка у кого-то в семье рано умер, но при этом бабушка все знает. Я когда у одной бабушки тоже спрашиваю, говорю, откуда вы все знаете, вы же килинка в этом, вы же не с этого рода. А я когда, говорит, чай разливал, они все говорили между собой, а я все слушал. Я это запомнил, а потом уже внукам начал рассказывать. Спасибо большое. Поэтому это в отношении вас я говорю. Будем знать. Спасибо большое, Влад Шамратович. И вам желаем всего самого наилучшего, плодотворной работы. У нас остается буквально несколько минут. Может, Толгат, вы от всех пожелаете свои пожелания? Коротко буквально. Спасибо большое за приглашение еще. Влад, спасибо большое за познавательный действительно такой эфир. Я для себя лично взял небольшой урок. Думаю, после студии мы с тобой свяжемся. Нашим уважаемым телезрителям я хотел пожелать наступающим нашим праздникам на УРЭС, также с прошедшими праздниками. Дай Бог, чтобы в нашей стране был только мир, благополучие, чтобы все эти невзгоды, все эти трудные моменты, которые будут сейчас в связи с пандемией, карантином, мы все вместе, как один народ, как один кулак, все преодолели их. Спасибо большое. И вам желаем всего самого наилучшего, успехов и в вашей деятельности, и в волонтерстве. И вам, Айбулат Шамратович, спасибо большое за участие и познавательные беседы. Уважаемые телезрители, спасибо вам, что были с нами. С вами была программа «Коншуах». Пусть праздник весны одарит вас счастьем, добром и любовью. Мы очень надеемся, что наша программа была познавательна и интересна для вас. До новых встреч, до свидания.